Привет, ребята! Это видео для тех, кто хочет обнаружить без анализов у себя инсулинорезистентность. Как это обнаружить? Во многих случаях я говорила, что инсулинорезистентность это история, которая связана с СПК, поликистозом, жирной печи, артериальной гипертензией, папилломами, бесконечными вирусами, плохим настроением, раздражительностью, депрессией, тревожностью, потерей мышечной массы, неусвоением нутриентов, низким тестостероном, в общем, нежеланием заниматься сексом, кистами и другой непонятной историей. Быстрая усталость после тренировок, тяга к углеводам, артериальная гипертензия, все это туда. В общем, как понять, что это у вас есть? Просто найти в моем опросничке свои проблемы и потом, возможно, сдать анализ. Вы часто мочитесь по ночам или встаете хотя бы в туалет несколько раз за ночь. У вас постоянно есть тяга именно к углеводистой пище и, соответственно, к пище, ну, прошло, ты вроде бы поел и все равно проходит время, и ты опять что-то ешь. Высокий холестерин и плохая реакция сосудов на погоду. Жирная печень и от этого бывает помутнение в голове. Папелломы, вирусы, они часто в твоем организме и воспаление прям хроническая, хроническая твоя подружка, воспалительная история. Потеря мышечной массы, ты такой приходишь в зал заниматься и надо очень сильно пахать, чтобы что-то восстановить. Низкий тестостерон, туда же акне, симптомы СПК, активность не парасимпатической, а симпатической нервной системы, плохое настроение, бывает раздражительность, а потом депрессия, тревожность спонтанная и медленный метаболизм. У кого-то есть быстрый метаболизм, а у кого-то медленный. Медленный это когда, ну блин, ну вообще, чтобы я не ел, все равно мой организм плохо функционирует. Соответственно, эту всю историю можно изменить. Но я могу сказать, что во многих случаях вот эта инсулинорезистентность, она ведь влияет на мозг. Что это значит, она влияет на мозг? Это значит, что во многих, во многих случаях очень важно обращать внимание на питание. Ребята, питание это ключ во многих случаях. Но другой момент, как связаны депрессия и инсулинорезистентность? Напрямую, когда у организма нет возможности работать при вот этой истории, начинаются проблемы с паническими плохими состояниями. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Ваша Алена.